Мы сегодня разговариваем с людьми, как опрос делаем. Знаете, вы что не думаете? Здравствуйте. Знаете, вы что не думаете? Это в логовом фасаде взаимопрочек. В риме обменивается деньгами, и деньги растут от 30 до 100% в месяц. Мы хотим оставить ту исторочку. Здесь есть наш сайт. Организатором нашего сообщества является Сергей Вамоди. Так называется, Сергей Вамоди.ру. Есть разная информация, наверняка и вы слышали разную информацию. Да, Сергей Вамоди? Да, вы знаете, я против него работал. Как это? Я против него даже работал. Работал? А как это? Интересно. Есть что делать. А как это? Это что не... Нет, сначала. Нет, все нормально. Нет, против него, если бы там был интернет, что ли? Нет, интернету, его деятельность, его пирамиды, все остальное. Я очень долго изучал это все. Да. И назвать это даже мошенничеством, наверное, нельзя. Это уже идет развод. Это для лохов. Вот. И что? Почему? Ну да, интересно. Ну, у меня много друзей и знакомых, которые были откладывались в МММ-2011, несколько пунктов, но первые пять раз он прокатывал, потом все сгорало. Ну, только у них и у всех, и у системы основных. У всех. У всех. Я тоже участвовал в ММ-2011, и у меня тоже в СДА. Ну, больше в УММ-2011 это не было. Ну, почему в МММ-2011? А почему вы думаете, что если все сгорело, даже в правилах описано, ведь только при регистрации человек законит и считает жирными буквами? Что это финансовая пирамида, что здесь? Понимаете, пирамида действует на принципах обычной геометрической прогрессии. Любая пирамида. Неважно, в Абродице, да, кто-то еще. А пирамида в геометрической прогрессии, когда в нее перестают вкладывать хоть чуть-чуть денег, она не будет. Нет, только нового поражения, соответственно, да. Учитывая, что потом все это дело, как всегда, взрывается, как это было в 90-е годы, как-то сейчас, ну, вряд ли, что это будет участвовать. Ну, я вам скажу так, что, смотрите, в 94-м году функционировать ММА перестало по причине вмешательства государства. Государство на своего уровня, примерно, правительственной, в уровне правительственной программы, значит, вкладываться ММА и деятельность у нас восстановлена. В ММА, скажем, мошенникам, пассажирам, пирамидам, и так далее, и так далее. Вот, но в 2011-м году все произошло из-за того, что, опять, в уровне арестовали, возникла паника. Единственное, чего появится система, именно, да, это паника, то есть критичное поведение участников, даже не столько. Скорее того, пожалуйста, государственная регистрация существует в данном деле? Как? Государственная регистрация? Не, за это сообщество. То есть финансовое сообщество не регистрировано каким образом государством? А почему вы придете за это на финансовое сообщество? Потому что, даже на год налоги, бывая финансовая операция... Если получается прибыль, а если мы обмениваемся деньгами, с которых мы уже заплатили деньги, то вы получили зарплату, вы участвовали, вы продлили деньги? Это уже мошенничество, понимаете? Это в любом случае мошенничество. Бывая финансовая операция, неважно, это предоблем. Понимаете, если я даже не захочу со своего счета снять деньги, то я должен буду заплатить. Государство в том числе. Это самая простая экономика, самое простое налогообложение, вообще просто вот... Самое, что может, простили, этого не было. А это может являться мошенничество. Понимаете, ни разу не было доказано это в суде, ни разу. Но это закрывали. Прокуратура возбуждает дело все равно. Но ни одно дело не было выиграно. Но а деньги-то теряются? Деньги теряются по одной простой причине. Потому что неадекватно ведут себя деньги вкладочек, грешные участники кассы, взаимопомощи, создается паника, и люди требуют деньги забрать. Деньги-то все равно... Деньги не хватает, да? Да. Да и ничего все равно. Деньги-то все равно. Мы просто общаемся. Деньги. Извините, я вас помню. Хорошо, приятно. Я владелюсь за это самым. Я расскажу. Я расскажу. Даже работал человек... Не сказал ты ему, что 17 КамАЗу повезли. Я думаю, что он все знает. Но раз он говорит, что работал против системы, скорее всего, вот это может быть... Не будем говорить уверенно, да? Но, возможно, человек раз работал против, то работал в качестве труда. Ну, я так могу предположить, что я работал против системы, хотя он рассказал, что он участвовал в системе в 11-12-м, и люди теряли деньги, его друзья потеряли, видимо он потерял. Много разложились, а потом потеряли. Темно-нету, точнее. подход, такие проблемы.